Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как компилировать C-Sharp код в программе Sublime Text. Для компиляции сложных многофайловых проектов Sublime Text не подойдет, а вот для компиляции однофайловых консольных приложений Sublime Text то, что надо, если вы не хотите устанавливать Visual Studio или если у вас Linux или Mac OS. Что нам для этого понадобится? Во-первых, Sublime Text. Без разницы какой версии, хоть второй, хоть третий, данный способ действует на обеих версиях. Также обязательно должен быть установлен Microsoft.NET Framework. Если вы, конечно, на Linux или на Mac OS, то у вас должен быть установлен Mono.NET Framework. Все ссылки, кстати говоря, будут в описании под видео. После установки .NET Framework надо добавить папку с компилятором C-Sharp в переменные среды, переменные системы. На Linux и на Mac OS это вроде бы делается автоматически, а на Windows это надо сделать вручную. После установки .NET Framework на Windows переходите в папку в диск C, в папку Windows, далее папка Microsoft.NET, далее выбираете или Framework, или Framework 64. Честно говоря, я не знаю, какую из них выбирать. Возможно, это зависит от разрядности вашей операционной системы, а возможно, от того, для какой разрядности операционной системы будут компилироваться приложения. Я выберу Framework 64. Теперь открываем папку с нужной версией C-Sharp Компилятора. Я выберу последнюю. И теперь копируем путь папки, которую мы открыли. Просто копировать. Сам, кстати, C-Sharp Компилятор находится здесь, и у него название csc.exe. C-Sharp Компайлер. Наверное, так расшифровывается. Итак, путь скопировали. Теперь открываем свойства вашего компьютера. Открываем дополнительные параметры системы. Открываем переменные среды. И в пункте «Системные переменные» открываем переменную Path. Либо два раза щелкаем по ней, либо один раз нажимаем и нажимаем «Изменить». Если у вас открылось такое окно, как у меня, то здесь просто нажимаете «Создать». Вставляете то, что скопировали. Возможно, в конце лучше добавить закрывающий слэш. Но, в принципе, без закрывающего слэша тоже, думаю, будет работать. Вставляете. Нажимаете Enter. Вуаля. У меня уже этот путь вставлен. Поэтому я то, что вставил, удалю. И нажимаете «Окей». Окей, окей. Все это закрываете. Если у вас открывается что-то типа такого, где все пути перечислены через точку с запятой, то ставите в этом списке точку с запятой и вставляете тот путь, который скопировали. Все это теперь закрываем. Открываем Sublime Text. Без разницы какой версии. Напоминаю, что данный способ действует как для второй версии Sublime, так и для третьей. И открою Sublime Text 2. Ну, в конце видео покажу, как это в Sublime Text 3 действует. В принципе, там различий никаких нет. Теперь нам надо установить плагин Package Control. Если же вы по каким-то причинам не хотите устанавливать Package Control, чтобы, например, сохранить первозданную скорость Sublime Textа, я запишу видео «Как компилировать C-Sharp код без Package Control» и выложу на канал. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить и ставьте лайки, чтобы видео выходило быстрее. А сейчас, чтобы установить Package Control, переходим по вот этому адресу packagecontrol.io.installation и копируем вот этот вот код в зависимости от вашей версии Sublime Textа. Копируем полностью. Можно просто нажать три раза. Копировать. Переходим в Sublime Text. И здесь нажимаем Ctrl-T или Ctrl-Y. Внизу появляется такое небольшое окошко. Сюда вставляем текст, который мы скопировали. И нажимаем Enter, чтобы установить Package Control. У меня же Package Control установлен, поэтому я Enter нажимать не буду. Во время установки у вас вот в этой полосе будет соответствующая информация об установке. И будет равно бегать туда-сюда. Это значит, что Package Control устанавливается. Как только он установится, перезапустите Sublime Text. И откройте пункт Preferences Package Control. Здесь выберите Install Package. Один раз нажмите. Подождите, пока загрузится репозиторий. И здесь в строке поиска напишите C Sharp. И нажмите один раз на C Sharp Compile and Run. Данный плагин весит очень мало. В Sublime Text, как во второй, как в третьей версии, он добавляет всего лишь пару файлов. А вот сам Package Control добавляет в Sublime Text несколько тысяч файлов дополнительных. Ну что ж, плагин C Sharp Compile and Run установлен. Теперь откроем какой-нибудь файл с C Sharp кодом. Давайте я экран разделю на две части. Вот. Переходим в Tools. Выбираем Build System. И ставим либо Automatic, либо C Sharp Single File Build. Тут, в принципе, разницы никакой нет. Automatic тоже отлично определяет, каким образом надо компилировать. Переходим в текст, в Sublime Text. Нажимаем Ctrl-B. Вуаля. Как мы видим, экзешник скомпилировался. Давайте запустим его и убедимся, что все отлично работает. Также есть функция запустить экзешник из самого Sublime Textа. Когда вы скомпилировали, чтобы не открывать ту папку, где находится файл и так далее, можно нажать Ctrl-Shift-B. И экзешник запустится в командной строке, с настройками командной строки, то есть теми, которые вы задали, там, жирность, цвет, текст и так далее. И когда программа исполнится, можно будет что-либо еще там в командной строке вывести. Если экзешник не скомпилировался, а вы нажмете Ctrl-Shift-B, то у вас в командной строке, соответственно, будет ошибка. Ctrl-Shift-B только запускает экзешник. Ctrl-B компилирует и сохраняет экзешник в той же папке, где находится файл с кодом. Можно не использовать горячие клавиши, а нажимать в Tools, кнопку Build и Run, соответственно. В Sublime Text 3 все почти аналогично. Давайте я вам это продемонстрирую. Запускаем Sublime Text 3. Package Control у меня здесь уже установлен. Открываем Preferences, Package Control, Install Package и устанавливаем плагин C-Sharp and Run. C-Sharp Compile and Run. Ждем пока все подгрузится. C-Sharp устанавливаем, нажимаем и видим здесь внизу уведомление об успешной установке плагина. Откроем тот же файл с C-Sharp кодом. Вот. Теперь переходим в Tools, Build System. Выберем либо автоматик, либо тот же C-Sharp Single File Build. Автоматик в принципе с этим хорошо справляется. Если здесь нажать Ctrl-B, все нормально компилируется. Но иногда бывают ошибки. Если здесь нажать Ctrl-Shift-B, то появится вот такой вот пункт с выбором, каким способом компилировать данный файл. Потому что в этом текстовом редакторе можно несколько способов компиляции добавлять. Разные пути к разным компиляторам. Соответственно разные способы делать и так далее. Если мы нажмем Run, это то же самое, что Ctrl-Shift-B в Sublime Text 2. То есть Run запустит экзешник скомпилированный. Так как у нас экзешника нет, запускать нечего, поэтому в командной строке появилась ошибка. Если нажмем Ctrl-B, то запустится последняя команда, которую мы выбирали вот здесь. Так как мы выбирали Run, соответственно запустилось Run, экзешника нет, снова ошибка. Поэтому переходим в Ctrl-Shift-B и выбираем C-Sharp Single File Build. Нажали, экзешник скомпилировался. Нажимаем Ctrl-Shift-B, Run, экзешник запустился. Нажимаем Ctrl-Shift-B, C-Sharp Single File Build и экзешник компилируется. Вот такая вот немного другая схема в Sublime Text 3. Ну а так, все работает, все компилируется. На этом у меня все. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки, чтобы выходило больше интересных и полезных видео. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok